Вор в законе Гули обложил данью бизнесменов Урала. В российском городе Екатеринбурге в азербайджанской диаспоре произошел грандиозный скандал. Из-за утечки телефонных номеров известных на Урале предпринимателей многим из них стали поступать звонки. Неизвестные злоумышленники предлагают коммерсантам восстановить отчисления в пользу известного криминального авторитета Надира Салифова по кличке Гули, несмотря на то, что он живет в Турции. Об этом пишут аргументы и факты. Читайте также подчеркивание преемник Шакра Молодого объявил войну вору в законе Гули. Звонят напрямую из Турции, представляются либо братом Надира, Намиком, либо от него. Объясняют, что должен начать снова платить как раньше, когда отчисления шли. Убитому в 2016 году вору в законе, Равшану Ленкаранскому угрожают прислать людей для разговора, и присылают. Известно, что у одного из бизнесменов таким образом забрали 10 000 долларов и автомобиль, еще один, отдал 15 000 долларов. Таковы налоговые ставки, цитирует издание Осведомленный источник. Он подчеркнул, что вор в законе Гули пытается подмять под себя земляков, которые занимаются бизнесом по продаже овощей и фруктов. Издание напоминает, что подобный рэкет уже имел место на Урале ранее. По информации правоохранителей, ранее банды из Подровшина в течение нескольких лет орудовала в Нижнем Тагиле, а затем была ликвидирована. Ситуация повторяется и сейчас, только на этот раз крышу стремится взять на себя Гули со своими боевиками, которые уже приехали на Урал и, по некоторым данным, обосновались на складе у одного из представителей диаспоры. Как ранее сообщали факты, Лоту Гули нарушил негласное воровское правило и впервые позволил избить вора в законе. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.